Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Это супер короткое видео будет о результате моего похудения. Вы знаете, в течение этого месяца я худел. И реально ли вообще похудеть за месяц? Я расскажу о результатах, скажу, как я это сделал в двух словах и покажу это на конкретных цифрах. Итак, месяц назад, в середине декабря, я понял, что у меня процент жира в организме около 18-19% где-то приближалось к 20%. И просто на одном из видосов я увидел, я не замечал этого особо сам вообще. Я не рассматриваю себя каждый день. Я увидел, что у меня процент жира уже довольно большой и мне не нравится моя форма. Понятно, что в процессе набора массы это нормально, что вы набираете жир. Натурально вообще без этого невозможно. Вы всегда будете набирать жир. Примерно один к одному, у кого как. То есть половина мышц будет набираться, половина будет жира набираться. Но, смотрите, какую я сделал ошибку. Я когда вошел в цикл набора массы, я не просушился перед этим циклом. В прошлый раз я сделал эту ошибку и из-за этого качество набираемой мной массы мне не понравилось. Она была больше жировой ткани, чем мышечной ткани. Именно поэтому я вернулся назад и похудел. Да, психологически сложно, конечно, особенно когда ты первой в жизни худеешь, терять килограммы. Тем более, когда они так тяжело тебе даются, например, вот как мне или люди похожи на меня, на мою комплекцию. Но я решил похудеть до того момента, пока я не увижу кубики на своем животе. И сколько времени это займет, я не знал, но планировал примерно 3 килограмма в месяц терять, потому что больше я вам не рекомендую делать это. И с научной точки зрения этого делать не нужно. Сейчас в двух словах объясню почему. Почему? Я решил похудеть и потом уже перейти опять к циклу набора массы, но уже более качественную, здоровую мышечную массу, без такого большого количества жира. И чтобы это наладило все мой гормональный фон. То есть, когда ты худеешь, твой гормональный фон налаживается. Для этого я записал видео, оно было перед этим, про тестостерон. Посмотри, и будешь лучше понимать это на научном уровне, как это работает на гормональном уровне. Я стартанул с 85,8 килограмм, то есть 85,8 мой был вес. Ну, примерно круглим до 86, да? И в процессе похудения, в процессе похудения я вышел на цифры 82,9, то есть примерно 83. Итого получается, что я похудел на 3 килограмма, чуть меньше даже, чем за месяц. Сейчас процент жира в моем организме примерно 15%. И я наконец-то увидел свои долгожданные кубики пресса. Но стал ли я дрыщом? Преводился ли я опять в дрыща, потеряв 3 килограмма, да? Наверное, этот вопрос интересует многих, кто пытается худеть и кто тяжело набирал массу. Ну, вот посмотрите на это видео, вы будете понимать, как я примерно сейчас выгляжу. Я не потерял много мышечной массы, и я потерял жир, потому что я правильно худел. Я тренировался параллельно, я занимался правильным кардио, и это все мне помогло. Каким кардио занимался, я вам уже показывал перед этим видео. Это было аэробное кардио. Друзья, мне понадобилось всего 3 кардио тренировки. По одной тренировке в неделю. И поэтому мне занял даже 3 недели, чтобы похудеть, да? Каждую неделю я терял примерно по килограмму веса, и это было за счет жировой ткани. Я не сидел на одном месте, я двигался. Помимо того, что я тренировался, я нормально двигался. Я делал там не менее 8 тысяч шагов в день. Я раз в неделю делал кардио, аэробное, правильное кардио, и вел довольно активный образ жизни. То есть по движению я просто двигался достаточно хорошо, не слишком много. Я не добавил какое-то огромное количество кардио. Всего лишь одна тренировка в неделю мне позволила терять 1 килограмм в неделю. По питанию. Я просто убрал одно питание. Один раз. У меня было одно питание, когда я ел 2-3 булки, допустим, да, какие-то. То есть просто углеводистая пища, один прием. Я убрал этот прием пищи. В остальном я ничего не поменял. Я питался так же самое, как обычно. Это не какая-то диета была. Я просто чуть-чуть меньше ложил, может, порции, чуть-чуть меньше гречи во время обеда своего. А в целом я вообще ничего не изменил. То же самое питание, та же самая еда, ничего не поменявши. Просто убрав один раз. Если я раньше, допустим, питался 5 раз в день, сейчас я питался строго 4 раза в день. И все. И мне этого хватило, чтобы потерять эти 3 килограмма абсолютно легко. Я бы мог и дальше продолжать этот процесс. Но мне хватило, потому что я увидел свои кубики на животе. Это означает, что процент жира в моем организме сейчас оптимальном уровне находится. И ниже опускаться мне особо не обязательно, потому что я не собираюсь выступать где-то. Зачем мне делать такую сухую форму? Я не выгонял воду в это время. Это была чистая потеря веса за счет жира. Ну, смотрите, друзья, я хочу рассказать о одной фишке. Во-первых, посоветовать вам, как почитать жир в организме. А во-вторых, еще пару советов. Если вы захотите продолжить, допустим, такое похудение. Если я остановился на 3-х, вы, возможно, хотите продолжить и снять 10 килограмм. Не у всех получится, потеряв всего лишь 3 килограмма, вернуть кубики на животе. Да, у меня это легко получилось, и я не напрягался. Как видите, по питанию я особо вообще ничего не поменял. Это не какая-то была супер диета. Я ел даже бургеры, я ел пиццу. Я вообще питался, как хотел. Просто чуть-чуть меньше, и все. Калорийность или в ноль, или в минус 100-200 калорий от вашего нуля. То есть небольшой дефицит калорий, и все. По поводу подсчета жира. Чтобы хорошо подсчитать жир, довольно точно, я использую такой способ. Это приложение, это калькулятор калорий. Вы можете найти любой калькулятор калорий. Я использую HIKI калькулятор, я о нем рассказывал в одном из видео. Просто мне он понравился. У них есть приложение, у них есть десктоп-версия на компьютере, я пользуюсь именно ей. В этом приложении, там просто миллион параметров, которые уложены по мере своего тела. Например, объем левой руки, объем правой руки, правой ноги, левого бедра. Объем левой икры, правой икры, талия, объем живота, плечей, грудной клетки. Ваш вес, ваш рост, ваш возраст. Все это вы взносите в программу, и она уже считает по определенной формуле, которая довольно точно вычитывает ваш процент жира в организме. То есть если у вас нет приборов дома, чтобы мерить точно жир, как вот есть, допустим, в медучреждениях, если у вас нет этого прибора, и вы не знаете, как точно померить, используйте просто технологии, которые вам для вас разработчики уже сделали, приложение, которое по формулу все высчитывает. Чем больше параметров с вас снимут, тем лучше. Если у вас взяли мало параметров, замеров, вам, скорее всего, не точно дадут результат. То есть должно быть реально замеры, и причем еще именно вот и левая, допустим, рука, и правая рука. Потому что это имеет значение. Теперь, друзья, по поводу похудения, если вы хотите потерять больше, то пару советов от меня. Я об этом уже говорил в видео, и еще раз хочу повторить. Если вы будете худеть и будете резко сокращать количество углеводов в своем рационе, если вы не спортсмен, вы не бодибилдер, который выступает, обычный человек, не уменьшайте резко количество углеводов в своем рационе. Делайте все очень постепенно. Прямо вот по чуть-чуть. Уменьшайте чуть-чуть порции, потом уменьшайте количество калорий. Понемногу. Потому что если вы сначала начнете хорошо худеть, вы потеряете там 3 килограмма, допустим, в месяц, а больше трех месяцев я вам не рекомендую терять, потому что вы испортите свою кровь. Кровь получит большое количество выбросов жирных кислот, которые там не должны быть находиться в таком количестве. Это ухудшает качество крови, это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Никогда не худейте быстро. Так вот, если вы будете постепенно снижать углеводы, то организм не зайдет в состояние стресса. Если вдруг он поймет, что запахло жареным, и еды стало реально мало, то есть вы почему-то сократили рацион до таких пор, что просто организм понимает, что ему не хватает нормального углевода, не хватает калорий, он войдет в экстренный режим. Он замедлит метаболизм. Если вы будете худеть, он просто замедлит метаболизм и подстроится под новый объем калорий. То есть, другими словами, когда вы будете худеть, цифра, которая была раньше у вас нормальная, ноль ваш, он сдвинется вниз. И получится, что если вы раньше, например, вот я, например, на 4 тысяч калориях могу худеть, потому что я эктоморф, мне надо очень много калорий, чтобы или набирать вес, или худеть, да, допустим. Ну, допустим, если я сейчас снизил, к примеру, да, снизил резко до 3 тысяч калорий свой рацион и решил худеть, я не буду так быстро худеть, потому что организм взойдет стопор, он снизит метаболизм и скорость обмена веществ, и этой цифры ему, скорее всего, уже будут хватать для всех необходимых вещей, для обеспечения жизнедеятельности. То есть он подстроится под новую цифру и снизит скорость снижения веса. Это самая главная ошибка, которую допускают те, кто худеет, и почему-то у них это не получается делать. То есть поначалу все вроде бы идет хорошо, потом бам, все застопорился. Нету никакого сброса веса, потому что вы делаете неправильно, вы слишком резко убрали углеводы, вы слишком резко убрали вообще количество, объем пищи. По чуть-чуть снижайте количество еды, по чуть-чуть, и не сильно добавляйте много кардио, тоже не вгоняйте в свой организм стресс, по чуть-чуть добавляйте кардио, по чуть-чуть его увеличивайте. Таким образом, наблюдайте со всем организмом, сбрасывайте вес медленно. Если надо, вы можете сбрасывать его полгода, год, сколько хотите. Мне просто хватило этой цифры, теперь я опять буду двигаться в сторону набора, но более плавно теперь делать, не так, как раньше. Я буду делать это тоже плавно, то есть и набирать углеводы, набирать общекалорийность рациона нужно постепенно, по чуть-чуть. По чуть-чуть, чтобы организм не начал сильно ускорять метаболизм. То есть это работает и в обратную сторону. Если вы будете слишком много, допустим, добавите 2-3 приема пищи и начнете хавать очень много, очень много еды, организм ускорит метаболизм. И все это придет к тому, что вы будете есть невероятно, там 6 тысяч калорий, допустим, и не будете набирать веса даже при 6 тысячах, потому что организм зайдет в такой режим экстренный. Поэтому не делайте эту ошибку. Это, возможно, для многих неочевидная вещь, но она вам точно поможет и набирать, и худеть правильно. Друзья, на этом все. Как я говорил, супер короткое видео. Убедись, что ты подписан на канал, что ты поставил лайк или дизлайк этому видео. Я готовлю очень крутой материал. В ближайшее время будет просто... Мне нужно время, чтобы записать это видео. Очень интересное видео будет на тему кислотно-щелочного баланса. Ребята, это очень интересная тема. Я готовлю, оно появится на канале в ближайшую, я так думаю, неделю постараюсь сделать вам это видео. Это просто основа понимания здоровья. И я хочу, чтобы вы понимали, у меня есть очень ценная информация, которую я хочу с вами поделиться. На этом все, друзья. Пока, увидимся в новом видео.